здравствуйте друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня злободневная тема всех средних и высших специальных учебных заведений вернее этих людей которые там учиться именно студентов это допуски на размер сегодня мы рассмотрим ряд самых популярных допусков и это упростит вам понимание то есть вы поймете как это все происходит как обозначается а также поможет вам в защите курсовых проектов и в дальнейшей работе непосредственно на предприятиях и так у нас из номинальный размер как вы знаете если финальный размер есть допуска номинальный размер это то что указано вот целое число до диаметра с 10 может быть не целое число не обязательно это номинальный размер и соответственно у вас есть допуска обозначим его красным цветом допуск может выглядеть вот так вот так даже вот так вот так вот допуск выглядит в тех случаях которых мы в принципе ладно я вам не буду сейчас все говорить мы это с вами рассмотрим чуть позже в этом же видео да вот такие вот допуски естественно они обозначаются по-разному служат для различных так сказать целей на чертеже ну давайте не будем забегать вперед of просто возьмем и начнем поэтапно на все рассматривать для начала предлагаю рассмотреть вот этот вот так сказать эскиз или этот кусочек чертежа и так что мы здесь видим здесь мы имеем два номинальных размера это отверстие и вал и они на них имеются определенные допуска в данном случае это 16 микрон здесь минус 27 плюс 13 давайте начнем с вала и так я буду обозначать ну давайте для начала номинал как мы были красным цветом 10 диаметр 10 так имеется давайте зеленым цветом плюс 0 0 13 это верхний допуск так и давайте примеру синим цветом минус 0 0 27 вот такие допуски почему разноцветным обозначил потому что нам будет проще так графически получить изображение и понять где что применяется так переходим начинаем с нижнего допуска минус 0 0 27 это то есть говорит что от номинала номинала нас от это черная до очертания да вот это черный это номинал диаметр 10 будем принимать его так минус 0 0 27 даже не так нужно было более видно да вот как вы видите что от номинала вот так будет выглядеть наш этот вал если он будет сделано с допуском минус 0 0 27 теперь перейдем к допуску плюс 0 13 у нас как вы помните обозначался красным цветом масштабе не удалось конечно сделать ну ладно будет более наглядно вот так наш вал будет выглядеть если вы сделаете его с максимальным допуском понятно что любое значение который будет попадать в ну давайте ладно не будем забегать немножко вперед возьмем зеленый цвет и вот это расстояние которое у нас между верхним и нижним полем допуска называется так сказать так сказать называется полем допуска любое значение которое будет попадать в размер от минус 0 0 27 до плюс 0 0 13 будет считаться что ваш вал соответствует кодель и конструкторской документации если расшифровать так понятно здесь наверное давайте перейдем следующему отверстие у нас есть давайте предположим что у нас есть и минус до такой же номинал 0 0 16 нам будет проще тогда у нас есть диаметр 10 это вот еще раз напомню черная да это у нас принимаем за номинал плюс у нас идет красный как вы помните берем красненькие если отверстие идет в плюс ведь от номинала она больше в соответственно диаметр делим на 2 то есть 8 микрон сюда 8 микрон сюда и минус у нас будет зелененький минус на 0 16 и здесь тоже как вы понимаете есть поле допуска 20 скрасим вот это наше получается все что между двумя допусками если мы рассмотрим вариант когда допуск 1 плюс 0 0 16 до плюс 0 16 давайте вернемся красный положим у вас один допуск плюс 0 0 16 тогда ваше поле допуска ваше поле допуска будет между номиналом а это вот черненько как мы с вами договорились да вот между номиналом и вашим верхним полем допуска то же самое если будет один минус один минус тогда вы сможете от номинала сюда уже будет минусу найти сюда и здесь будет поле допуска вот это вот часть надеюсь что данная данная вот раздел моего видео урока вам понятен а мы давайте двигаемся дальше вернемся вернемся к нашему первоначальному чертежу и так вот наш первоначальный чертеж как увидите что здесь есть вот такой вот вид вала который имеет два плюсовых допуска мы предположим сейчас следующем кадре что есть два плюсовых и два минусовых для этого давайте перейдем непосредственно рассмотрим вот эту часть нашего чертежа и так что мы здесь имеем как видите два плюсовых допуска давайте и рассмотрим с учетом того что у нас есть давайте как прошлый раз мы напишем давайте черным диаметр 10 это номинал плюс у нас будет красный плюс 0 0 28 а второй плюс у нас будет допустим желтый ну желтый не очень будет хорошо видно давайте синие плюс 0 0 на 18 имеется два плюсовых допуска как уже помните что номинал у нас черная до полоска я просто почему говорю черное потому что чтобы было понятно так сказать любому кластеру слушателей на так поехали первое верхнее поле допуска они два кабы верхних но здесь наибольшая которая будет иметь крайние отклонениях так так я специально буду сделать в большом масштабе что было более-менее понятно это у нас красная плюс 0 0 28 следующее мы берем синий цвет плюс 0 0 18 как вы уже по поняли из предыдущего предыдущей части видео вот это то что находится внутри это поле допуска то есть поле допуска это расстояние грубо говоря от нижнего до верхнего допуска либо от номинала в зависимости какой у вас размеры допуск на него указан смотрите в данном случае вот часто задают вопрос такой да а вот если у меня диаметр 10 2 у таких допуска и я сделал диаметр 10 вы тогда не попали в размер который вам нужен то есть исходя из вот этого размера вам нужно иметь размеры вот тут давайте уже черный возьмем до чтобы ваша деталь была годная от 10 , 0 18 это как видите в нижний допуск и 10 запятая 0 28 то есть у вас грубо говоря вот по данному допуску есть только соточка да то есть одна сотка на то чтобы сделать вашу деталь годную то есть допуск ваш поле допуска в одну соту это конечно очень мало встречается очень редко и наверное в каких-то самых-самых точных промышленностях таких как станкостроение авиастроение и так далее так давайте сейчас минусовую да вот эти же допуски прорисуем в минус берем сначала тоже красный то есть в минус 0 0 18 и минус 0 0 28 то есть сначала берем 0 0 18 так а дальше берем 0 0 28 то есть картина та же только в минус и здесь соответственно что у вас так как у вас черный это 10 да то здесь уже будет минус красный будет меньше на 0 0 18 то есть это будет 9 982 да вот этот размер красненький и 9 972 понимаете соответственно если вы делаете в номинал тоже не попадаете хорошо когда же номинал будет считаться годным давайте уже прямо здесь рассмотрим если вы у вас допустим есть допуска 10 примеру плюс 0 0 18 в этом случае как 10 так и 10 0 18 и все что вот в этом диапазоне будет считаться годная деталь потому что она попадает в поле допуска надеюсь понятно а сейчас перейдем основа вернемся к нашему первоначальному чертежу итак мы вернулись к нашему первоначальному чертежу у нас остался один решенный вопрос что вот такие вот за допуски видите здесь есть сразу два допуска снизу два допуска сверху и конечно любой человек который не понимает что это такое для него это большой большой вопрос сейчас мы на этот вопрос ответим и вам сразу же станет все четко понятно для этого перейдем на следующий чертеж и так как вы знаете допуске валов в таблицах обозначается маленькими буквами как данном случае видите 80 n6 допуске отверстий в таблице допусков обозначается большими буквами как в данном случае 80 h7 на чертеже может быть указан допуск и отверстие и вала одновременно в таком ключе 80 h7 n6 либо вот так 80 h7 n6 соответственно к h7 вы имеете допуск 003 здесь он и показан верхней части вашего допуска м6 имеет допуск плюс 0039 плюс 002 да то есть вы имеете его соответственно внизу понятное дело что вот так вот сейчас я скажу покажу да это все беру вот так вот допуска обозначаются очень редко они обозначаются либо в таком формате до для вала и для отверстия отдельно либо формате обозначения просто буквенном и уже берутся из из таблицы допусков в принципе все понятно если вдруг вам встретиться вот такой вот вид допуска или вот такой вот вид допуска то не пугайтесь вы уже знаете как он обозначается и к чему где можно взять эти параметры и для чего их применить на чертеже на этом все друзья если остались вопросы обязательно пишите в комментариях не забывайте делиться с друзьями и переходить мои социальные сети к их очень много и там и все активно развивается всем добра пока пока